Микоплазм-лабораториум заключается в следующем. Ученые взяли такую бактерию, называется микоплазм. Вот она очень удобна для исследований, потому что там маленькая ДНК относительно других организмов. И в этой ДНК всего 482 гена. Вот, значит, первый проект у них был минимального генома. Что это значит? Значит, они научились залезать туда, в клетку, и отрезать от этого гена отдельные гены. То есть, вот такие манипуляции. То есть, они отрезают гены, смотрят, будет она жить без этого гена или не будет. Так, значит, они будут правы. Да, да, да. Но, тем не менее, они выяснили, что 100, по крайней мере, генов можно запросто удалить, и она будет без них существовать. Как 110. Вот, вот, 482, они соберзали до 382. Понимаете? Конечно, мы можем сказать, ну да-да, в пробирке-то они все будут хорошо существовать, а вот если выпустить их на волю, может быть, они и не будут так существовать. Но, тем не менее, то есть, задача уменьшить геном до минимального размера, с тем, чтобы легко было это изучать. А другой вариант манипуляции, это пересадка искусственного генома. То есть, это тоже мекоплазма, только другой вид бактерий. Что здесь было сделано? То есть, проанализировали геном, известно, из чего там состоят эти все ДНК, все эти последовательности генов. Все это было из компьютера, в пробирке синтезировано. Вот эта вся молекула длинная, такая двойная. Потом, потом реальную живую, ну, мекоплазму другого вида взяли туда, влезли, ее ДНК, вот эту, забрали, а туда вставили ДНК другого вида. И она вот, знаете, как прививка на дерево, и она там прижилась. И все, и молекула начала размножаться, и это уже, ой, бактерия, и это уже была бактерия другого вида, с геномом от другого вида. Вот, понимаете, вот, то есть, вот, такие манипуляции, собственно, делают ученые, пытаясь понять, где вот лежат эти границы, как жизнь устроена. А вот эта пробирка развивается, и, знаете, выражаете, естественно, что... Я сразу вам скажу, когда они делают вот такие манипуляции, да, допустим, апеллизаторы, они специально там делают дефектные места для того, чтобы, допустим, этот клон не мог размножаться в открытой среде. Ну, грубо говоря, вот в пробирке вы сделали вот такую температуру, да, и он при этой температуре работает, он умножается, сам все живет. Но если вы его выплесните, грубо говоря, в лужу наружу, он сразу умрет, потому что там температура не та. Это на всякий случай, чтобы, а то, не дай бог, знаете, кто-то выплеснет, и... Да, 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 я просто плютать температуру следующей, будет все понравиться. Очень важное понимание того, что такое жизнь, и как она устроена, дал системный подход. Системный подход – это такой взгляд на вещи, когда мы все сложные объекты рассматриваем как системы. Системы характеризуются тем, что они состоят из элементов, эти элементы между собой связаны определенной структурой, и все это определенным образом функционирует. Суть этого подхода, его генеральность, в том, что так можно рассматривать любую систему – человека, общество, камень, вселенную, галактику и так далее. Так вот, с точки зрения системного подхода, живая клетка – это открытая система. Что это значит? Что? Это значит, что она функционирует не так, как я здесь нарисовал, как бы, вот есть мега и оболочка, и все. Нет. Постоянно через эту оболочку, через эту клетку, проходит поток вещества и энергии. То есть, эта клетка из окружающей среды в себя втягивает определенные вещества и выбрасывает туда другие вещества. То же самое часто происходит с информацией. То есть, она может воспринимать какие-то сигналы, допустим, если она любит темноту, а с этой стороны свет, она начинает там как-то двигаться с помощью своих ресничек или бутиков в другую сторону. Вот. И это тоже очень важный момент. Потому что, я не буду вдаваться, здесь есть физические законы термодинамики и энтропии, о том, как это так, почему вся Вселенная стремится к тепловой смерти, да? Ну, грубо говоря, если вы капните чернила в стакан, то капля чернил постепенно разойдется по всему стакану, будет одного цвета и все закончится этим. Если вы нагреете один угол комнаты, то температура постепенно распространится по всей комнате и станет одинаковой, и все остановится. А жизнь не останавливается. Она не останавливается. Более того, она создает все более и более сложные формы. И вот все это только потому, что она постоянно через себя и терм прокачивает эту энергию, это вещество. Как бы находится в состоянии постоянного творческого созидания чего-то. Хлеб, как сказать, аминь. Аминь. Таким образом, жизнь. Это процесс. Это не то, как мы нарисовали. Мы здесь не можем изобразить этот процесс. Никаких противоречий. Да. А это именно движение. Следующий слайд. Здесь сейчас стоит, неинтересно. И здесь я хотел бы в заключение упомянуть имя такого ученого, как Илья Примошин. Это, так сказать, звучит имя по-русски, он на самом деле. Это бельгийский ученый русского происхождения. Он получил Нобелевскую премию по химии в 1977 году. И основное его достижение в том, что он на уровне химических реакций обнаружил, что можно создать такие условия, когда вот этот поток энергии, проходящий через систему, будет приводить к тому, что самопроизвольно будут образовываться какие-то сложные структуры. И... Радные? Да, да, на уровне химии. То есть, это было названо... Вопрос, агоническая химия или неагоническая химия? Это не важно. Здесь можно сделать такое значение. Я не помню, он не в том смысле, что он сам вставил опыты, он предложил механизм описания, понимания того, как это происходит. Ну, в частности, там была одна химическая реакция. На самом деле, сейчас, чтобы не углубляться далеко, я хотел бы только ответить один такой момент важный, по поводу органической и неорганической химии, потому что, первоначально, когда люди задумывались над тем, что такое жизнь, они думали, что все вот эти органические вещества, типа белки и так далее, они возникают только в результате воздействия той самой жизненной силы, которая есть. И кризис, собственно, в понимании, наступил тогда, когда ученому удалось синтетическим путем синтезировать, искусственным путем синтезировать молекул мочевины. И весь научный мир был в шоке. Мочевина – это органическое вещество. Мочевина – это органическое вещество. И тем не менее, его взяли и в пробирки сделали. Ну вот. Ну и как мы уже поняли из моего рассказа, сейчас ученые ДНК могут построить пробирки. Кремя. Вот, да. И, соответственно, существует целое направление эволюционной химии, которое изучает эволюцию именно на уровне химических молекул, то есть до возникновения вот этих живых систем. И в заключение я хочу сказать, что эволюционируют, изменяются не только живые существа, как мы сейчас понимаем, химические молекулы тоже эволюционируют. И вообще вся планета Земля и весь космос, они все вовлечены в один большой процесс изменений, эволюции. Там могут быть разные механизмы, но жизнь в данном случае воспринимается как вполне закономерный результат такой эволюции. И, как вы знаете, одно время люди считали, что это что-то очень уникальное, вот эта жизнь на Земле. Сейчас с помощью развития технологий в астрономии найдены уже многие тысячи так называемых экзопланет, то есть это таких планет, которые напоминают нашу Землю, и мы должны быть готовы, что в скором времени, возможно, мы обнаружим новые, непонятные, может быть, неожиданные для нас формы жизни, и мы должны быть к этому готовы. Спасибо. Большое спасибо, Сергей. Я приглашаю нашего следующего спикера и напоминаю вам, пожалуйста, записывайте себе куда-нибудь или запоминайте вопросы, которые вы хотите задать, потому что после следующего выступления у вас будет возможность у обоих спикеров что-то спросить. Пока техника, наверное, начинает, у меня появилась такая стратегия, как если у меня не получится ответить, если сложный вопрос задаете, я сделаю, как сделал один человек, это такая ситуация, не знаю, какие-то шутки есть, настоящая история, но какой-то профессор так делал ту же самую лекцию много лет, одну и ту, и с ним был шофер. И после много лет, как-то профессору надоело воспроизвести то же самое, и был бы аудиторий, он сказал шоферу, давай, выступай, говори вместо меня, как будто ты прорезал. Но вот когда он окончился, был перфектным, стал очень умный студент и задал очень трудный вопрос. Шофер как-то сделал, ну, коллеги, это очень легкий ответ, и даже мой четвертый ответ. Если вы мне задали вопрос, зададите, я скажу вам, как-то очень, просто даже человек за компьютер, да, там. Не знаю, получите, у меня... У меня будет, как-то просто сказать, один такой основный аргумент. Что жизнь основывается на информации, а информация всегда происходит от... Это результат интеллекта. Такая вся моя позиция. Жизнь основывается на информации, а информация всегда результат на месте интеллекта. Так, это суть все, что я попытаюсь воспроизвести, если все получится. Не знаю... Зачем мне... Может быть, мы 5-минутный перерыв объявим, разобраться с техникой и взять с чаем? Ну, что... Спасибо!